привет друзья с вами владимир шемет как вы знаете нахожусь сейчас в отеле albatross aqua blue 4 звезды в шарм-эль-шейхе неплохой отель для определенной категории туристов и в этом видео друзья я вам покажу обзор питания а именно в ресторане меди тиран и азиатском ресторане почему именно в этих ресторанах потому что в принципе шведский стол в этом отеле представлен на ужин условно говоря в четырех ресторанах это кулина это итальянский ресторан и меди тиран и азиатский ресторан но меди тиран и азиатский ресторан они имеют общее помещение и общую террасу поэтому условно говоря это один ресторан просто насколько я понимаю в азиатском ресторане блюда готовятся именно на гриле то есть это тот люля кебаб и жареная курица ну не жареная курица а шашлык из курицы условно говоря в общем друзья сейчас я вам все это будут показывать не знаю буду я комментировать либо не буду потому что высокая заполняемость отеля очень очень много туристов нереальное количество туристов наверно примерно 85 90 процентов заполнения отеля поэтому в ресторане очень шумно и скорее всего вряд ли вы что-то услышите если я что-то буду комментировать в общем либо я потом редактирование видео расскажу вам это все либо будет музыка итак друзья смотрите вот он ресторан типа азиатской кухни ход в ресторан и справа у нас находится от гриль там где готовят этот люля кебаб и шашлык из курицы смотрите какая очередь она здесь постоянная в общем минут 7 наверное 10 нужно постоять в очереди чтобы получить те блюда которые готовят на этом гриле туда мы станем потом в очередь сейчас пойдем смотреть что у нас внутри в ресторане и какие блюда есть на ужин итак тут у нас какой-то соус чили следующий лимон рассол что это такое вообще не представляю пробовать не собираюсь и какая-то стружка кокоса дальше говядина карри вот слева здесь у нас какой-то рис и цукини в общем именно это стол с острой едой друзья это у нас друзья рыба на гриле что-то она какая-то не зажаренная но рыба на гриле тут у нас суп из капусты и говяжий суп дальше друзьям это у нас брокколи что-то его совсем тут мало но это брокколи дальше лапша и какая-то говядина друзья говядина сладкий и сладкой соусе в общем подписано я надеюсь вам все видно так что он я не знаю я такие салаты не ем но туристы я вижу подходят на откладывает себе эти салаты так что наверное это все вкусно стол с овощами помидоры морковка салат это вот острый салат с перчиком естественно огурчики цветная капуста оливки и обычная капуста тут у нас отдельный стол и мы имеем какой-то черный фасоль не знаю почему черный вон наверно точки какие-то черные а тут у нас вермишель друзья из курочкой это мелкая маленькая вермишель наверно вкусная ну естественно есть стол из хлеба булочными изделиями и лепешками еще один стол тут у нас рыбное филе жареный картофель говядина телячья короче говядина друзьям тушеные и белый рис за этим столом вам могут приготовить вермишель запеченная курица вам ее конечно не видно ну вон кусочки то есть подходите с тарелочкой просите сколько вам нужно вам дадут за этим столом у нас картофель фри и последний стол у нас с бифштексом друзьям по моему это самое вкусное блюдо которое здесь есть не считая блюда на гриле друзья подходим к финишной прямой стол со сладостями несколько видов пирожен в принципе не сравнится конечно с турецкими отелями но есть что покушать и сладостей и вот он друзья последний стол стол из фруктами значит есть гранат есть целые бананы есть апельсины зелененькие такие мандарин сегодня нет но вчера были мандаринами и добавок к этим фруктам у нас какие-то египетские сладости ну что друзья мы поужинали в принципе практически каждый день здесь в этом ресторане медитираны и азиатской кухни собственно говоря одни и те же самые блюда то есть ну их большое разнообразие условно говоря разнообразие большое ну то есть видите несколько там видов мяса то есть ну как несколько есть говядина и курица в разных вариантах вот есть рыба всегда есть рыба ну и все остальное то что нужно к ужину естественно есть так что в принципе вполне нормальный ужин ну даже можно сказать хороший египетский ужин друзья именно египетский потому что с турцией это конечно не сравнится это был обзор ресторана медитиран и азиатской кухни то есть ну это два ресторана в одном теперь я понял почему азиатской кухни и медитиран то есть справа стороны там блюда не такие острые вот там где именно медитиран а там где азиатской кухни вот там находится гриль вот эти кстати люля кебаб они остренькие бывают очень острые бывают не очень острые но не острые то которые готовятся на гриле поэтому друзья смотрите как бы я отмечаю как бы этот ужин этот ресторан как удовлетворительный ну то есть как хороший ресторан для того чтобы покушать мне лично все нравится значит а вот что не нравится это то что маленькая площадь для такого количества туристов в общем друзья на этом все если у вас есть какие-то вопросы обязательно задавайте в комментариях под этим видео если вы можете поделиться какой-то интересной полезной информации связано с этим рестораном с этим отелем альбатроса кубе 4 звезды тоже пишите в комментариях под этим видео ну и поддержите мой канал в развитии нажмите кнопочку подписаться внизу под этим видео желаю всем позитива самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч друзья пока пока